А сейчас о курьезном и одновременно загадочном случае, произошедшем под Тверью. Здесь уже две недели назад пропала пара лошадей. Пропала, что называется, средь бела дня. Хотя окрестности вполне можно назвать густонаселенными, однако поиски пока ни к чему не привели. В итоге хозяйки обратились за помощью в нашу редакцию. Анастасия Салтыкова не совсем типичная россиянка. Живя в благополучной Москве, вдруг решила переехать в Тверь. Здесь тренирует желающих освоить конный спорт. Более того, и сама завела четвероногого друга, жеребенка по имени Калиф. Жил он тут, на участке подруги, в деревне Даниловской, вместе с ее пони, которого зовут Тикси. Все бы хорошо, но 19 мая вечером, когда дома никого не было, лошади пропали. Мимо электропастуха, где как раз таки гуляли лошади, проезжала соседка верхом на лошади на своей. А вместе с соседкой был еще маленький жеребенок пони. Лошади увидели и побежали вслед за жеребенком пони. Электропастух — это вот такая белая лента, по которой пропущено электричество. Сила только небольшая, но достаточно чувствительная, чтобы лошадь не покидала огороженный участок поля. Однако в тот раз побег удался. Лошади животные умные, и поэтому кинологи говорят, что вполне возможно, Анастасия предполагает, что вполне возможно, просто мордой они могли вот этот замочек легко смахнуть. Действительно, очень все просто делается. Замочек упал, лошади пошли. Анастасия предполагает, что затем Калиф и Тикси побежали в сторону того леса, потому что сразу за ним проходит Старецкое шоссе. На нем лошадей наблюдали в последний раз. Водители, проезжавшие по трассе, и которые передали Анастасии кадры со своих видеорегистраторов. Хозяйки тут же организовали поиск и даже вышли на след беглецов. По этой тропинке они как раз-таки бежали чуть дальше, глубже в лес. Находится навоз, который мы как раз-таки нашли на следующий день после их пропажи. Это последние следы наших лошадей. Анастасия с подругой обошли все окрестные леса и населенные пункты. Но Калиф и Тикси как сквозь землю провалились. Хозяйки не теряют надежды и просят всех, кто видел лошадей, а может даже и приютил их, обратиться к законным владельцам, ну или в нашу редакцию. Девушки отмечают, что их питомцам нужен особый уход. И вообще для них это полноценные члены семьи, по которым они скучают до слез.